В Москве открылись курсы по управлению коптерами. Освоить новые профессии могут все желающие, вне зависимости от опыта и образования, чему там учат и в каких областях выпускники смогут применить свои знавания. Расскажет Эдарт Пунигов. Свою давнюю мечту Валентина Ивановна осуществила только перед выходом на пенсию и теперь делает первые шаги в управлении беспилотником. Хапризные, да, вот видите, иногда просто там то высота, то что-то ещё. В этой группе учатся люди предпенсионного возраста, которые не побоялись освоить с нуля новую профессию. Я летала в юности, я 10 лет летала на планирах, планиристка, и 20 прыжков с парашютом у меня. За соседними партами сидят бывшие врачи и инженеры, бухгалтеры и учителя. Как это может быть неинтересно, как это можно не хотеть освоить. Я бы даже с удовольствием поработал, то есть немножко научусь и буду на этот счёт думать. Образование и опыт работы не имеют никакого значения. Чтобы попасть в эту группу, достаточно желания. Причём принимают слушателей не только из Москвы, но и из соседних регионов. Предпенсионеры, они хотят быть в тренде, не хотят отставать. Все хотели быть либо лётчиками, либо космонавтами, да, но по каким-то причинам мы не могли это сделать. Беспилотные летательные аппараты позволяют реализовать эту мечту с безопасностью для себя. А в этих классах за партами школьники. Будущие операторы дронов отрабатывают сложнейшие элементы управления прямо внутри помещения. Нам нужно с помощью этого дрона захватить груз на определённой точке и доставить его на определённое здание. В Московском политехническом университете не учат бездумно нажимать кнопки, а пытаются угадать профессии будущего. Коптер поднимается, забирает необходимые материалы. Это могут быть органы, это могут быть кровь или что-то ещё. Забрав эти материалы, он летит и доставляет это в больницу. Садится на крышу здания. Обучение проводят с помощью вот таких учебных дронов российского производства. У нас есть большие, которые, в принципе, выполнены по такому же подобию, только они большего размера и могут доставлять грузы большего размера, например, до двух или трёх килограмм. Старший брат российского клевера — грузовой дрон «Пеликан». К нему подпускают только опытных операторов. Это платформа, на которую можно повесить различную полезную нагрузку. Что у меня? Конкретно этот коптер, он для задач мониторинга. У него есть на подвеске съёмная камера. Можно снять и заменить на какую-то другую камеру, например, на ту же тепловизионную. Распространение у беспилотников в России и особенно в Москве пока мешают ограничения в законе, говорят эксперты. Чтобы запустить дрон в небо, нужно зарегистрировать его заранее, направить властям заявку на полёт, указать цель запуска, дату, время и место и только после этого получить разрешение. В противном случае он окажется вне закона. Эдуард Пунигов, Иван Харитонов, Вести. Субтитры создавал DimaTorzok